Ребят, всем привет! С вами, как всегда, Джамбу Макс и, как вы уже догадались по названию, мы сегодня будем при помощи клавиатуры и мыши играть на Xbox Series X. Попробуем, каково это, попробуем клавиатуру дашборду и расскажу вам что-нибудь интересненькое. Как всегда, перед началом видео попрошу поставить лайк, подписаться на канал, ну а также пишите в комментариях, как вам данный экспериенс. Вообще, идея для данного ролика появилась очень давно, поскольку со времен Xbox One мне писало очень много человек по поводу клавиатуры и мыши, как играть на консоли при помощи нее. Мои подписчики в инстаграме уже знают, что я обновил свою клавиатуру и мышь, и большое спасибо за это компания SteelSeries. И дайте я похвалюсь обновками. У меня появилась вот такая вот беспроводная мышь, Rival 3, имеет два типа подключения, Bluetooth и 24 ГГц, кстати, один из них должен подойти к Xbox Series. Данная мышка работает очень долго от батареи, корпус изготовлен из высокопрочного полимерного материала, и в принципе она должна долго прожить, поскольку старые мышки у меня очень часто ломались. Ну а также здесь хороший игровой сенсор, который должен подойти для игры. Также новая клавиатура Apex 3. В ней есть защита от жидкостей, если что, она вся мерцает, вся горит, кстати, попробуем, как Xbox не поведет. Довольно бесшумные переключатели, которые также должны долго прожить. Есть такая вот специальная кнопка для регулировки звука. Плюс в комплекте была вот такая вот подставка, она крепится к клавиатуре на магните, и она довольно-таки удобная. Для тех, кто хочет найти такую клавиатуру мышь, я оставлю ссылочки в описании. Так, ну а теперь давайте попробуем это все подключить к Xbox Series X. Сначала достанем с мышки такую вот беспроводную штучку. Давайте попробуем присоединить ее к переднему USB-шнику. Я, кстати, не помню, 2,4 ГГц нужна или Bluetooth. Давайте сначала 2,4 ГГц попробуем. Так, она загорелась. Как вы видите, она тоже горит. Ничего не происходит. Окей. Попробуем клавиатуру присоединить. Это уже пойдет на заднюю сторону. Так, есть. Как вы видите, она загорелась. Кстати, на ПК можно это все настраивать, довольно-таки удобно. Все, клавиатура сразу заработала. Давайте попробуем запустить какую-нибудь колду. Я знаю, что клавиатура там работает. Давайте попробуем поиграем. Вот, я не знаю, только Cold War или Modern Warfare. Нет, Modern Warfare. Мне она больше нравится, чем Cold War, сорян. О, появилась мышка. Офигеть. Офигеть. Я просто первый раз вообще играю на клавиатуре и мыши при помощи консоли. Я не знаю, кому это нужно, но многие спрашивают. Видимо, очень много кому тяжело играть именно на геймпаде. Наушники оденем, чтобы все слышать. Пацаны, если я только со стороны кажусь каким-то там киберспортсменом, лайкните, пожалуйста, ладно. Так, давайте попробуем, ну, быструю игру. Что нам остается делать? Как вы видите, она без проблем работает. Я просто подключил ее через USB-шник. А насчет мышки, кстати, мне хватило подключения 2,4 ГГц. Я думаю, мышка, которая проводная, она тоже без проблем у вас подключится. Да, пацаны, сейчас вы увидите, как Нубяра Джамба будет играть на клавиатуре мыши. Я просто консольщик и всегда играю на геймпаде. И думаю, что сейчас я буду прям реально нубить. Здесь странно, здесь она почему-то не заработала. А, все, вот здесь вот нужно поменять клавиатуре мыши, отлично. И теперь у нас все заработает. Кстати, забавно то, что вот эта вот кнопка также работает на Xbox'е. И, как вы видите, разная чувствительность мышки. О май! Где мой геймпад? Совершенно иные ощущения от игры. Я просто очень давно не играл на клавиатуре мыши. В колду я вообще на ней не играл. Ой-ой-ой. Я не понимаю, где мой стик, ребята, я вам отвечаю. Ой-ой-ой. Где моя вибрация? Здесь нет вибрации. Но я справляюсь. И сейчас я этого убью еще. Нет, не убью, не успел. Знаете, я пытаюсь бежать. Вот именно со спринтом. И нажимаю на два раза ЛТ. Даешь, потрешь. А как переключить оружие? А, вот... Ой, господи. Все гранаты я ему кинул. Я не знаю управления, пацаны. Вы, наверное, спросите, а как... Как может быть такое, что... Ээээ... Там, жимбек не может играть на клавиатуре. Все очень просто. Я консольщик. Я вам об этом говорил. На самом деле, это реально какой-то новый опыт. Кстати, в принципе, ничего не лагает. Все плавно. Без проблем. Ах! Был бы я с контроллера, я бы тебя уже давно убил. Ну, кстати, контролировать мышкой достаточно... Очень круто можно прям вот вообще. Единственное, мне вот на мышке неудобно прицеливаться. Не знаю почему. Потом... Оп. Сложу. Ну, все, я киберспортсмен. Слышу. Блин, да и господи. Ну, это, опять же, все в настройках можно изменить. Я играю на том, на чем приходится. Ха-ха, не могу ввозь. Ха-ха. Ой-ой-ой. Так, пятерку. У нас и бомбардировка здесь уже есть. Офигеть. Вот это я тащу. Ту-стрик выбил уже. Так, ну, давайте попробуем еще кого-нибудь убить. И закончим пробовать колду и пойдем в тот же Фортнайт, например. Так. Ну, все. В принципе, мне... Ха-ха-ха-ха. Свои! Достаточно. Нет, еще одного. Еще одного. Ну, знаете, с мышкой на самом деле легче контролить бецел во много раз. Тут такая чувствительность. Но на геймпаде все равно мне лично удобнее. Так, оп, еще один. Нет. Все. Так, я думаю, пацаны на меня не обидятся за то, что я вышел и не затащил. Но я так и так бы не затащил. А давайте вот эту кнопку попробуем. Кстати, все как на компе на самом деле. Все довольно-таки примитивно. Кстати, в дашборде мышки не работают. Давайте попробуем сейчас, к примеру, ну, в Фортнайте. Попробуйте. Вот. В принципе, клавиатура и мышь без проблем работают. Это прикольно. Особенно для тех, кто, в принципе, очень любит играть на клавиатуре и мыши. Очень радует, что майки предоставили такую возможность. Я не знаю, можно так на плаке 5 или нельзя. Вот. Как бы, если знаете, то напишите об этом в комментариях. Так, нажмите A. Я нажму на... Левую кнопку мыши. Сработало. Тоже, кстати, появилась в менюшке мышка. Кстати, очень непривычно в таких вот играх видеть мышку. Я просто говорю, я не играю на ПК. Я не играю при помощи клавиатуре и мыши. Так, ну, давайте поиграем. Кстати, давайте сейчас проверим в настройках. Может быть, здесь тоже нужно изначально настроить это. Ну, наверное, ничего здесь настраивать не надо. Чисто взял и пошел играть. Так. Играть. И играть. Кстати, напишите в комментариях, любите ли вы при помощи клавиатуре и мыши играть на консоли. Тоже довольно-таки необычно. Давайте немножко снизим чувствительность. Здесь она какая-то крайне быстрая. Такая... Ой-ой-ой. Я не знаю, как еще делать. Давайте подберем. Е-е-е. Е-е-е. Единица. Пацаны, ну, вообще, это говорю. Я как будто вот... Не знаю. Совершенно новый опыт. Совершенно другие ощущения, ребят. Серьезно. Так. Ну, контролить, конечно, намного проще стало. Так. Я слышу, я слышу, я слышу. Так. Ну, это боты. Понятно. Блин, я даже бота не убил. Вот нубяра. Давайте вот так, кстати, ну... Нет, куда-куда? Господи, я не знаю управления вообще. Чуть угораю. Блин, вы вот сейчас можете посмотреть, как консольщик стреляет на мышки. Оп-оп-оп-оп-оп. Это так сложно, на мой взгляд. Ой-ой-ой. Вот знаете, я пытаюсь как-то играть на мышке и клавиатуре. Вот не могу. Не мое это. Вот вообще. Как бы, мне кажется, для людей, которые уже привыкли играть, для них норм будет играть. Для меня... Жумбека нет. Это не мое. Как говорится, ко всему нужна привычка. Без этого никуда. Я не попал, да? Я молодец. Да как так-то? Ну нет! Где, пацаны, все? Закрываемся. Так, ладно. При помощи клавиатуры и мыши играть это не мое. Мы уходим. И давайте тоже попробуем еще какую-то игру. Давайте попробуем клавиатуре и мышь подключить к радуге. Поскольку я не помню, работает ли клавиатуре и мышь в данной игре или нет. Я как раз скачал обновление. Давайте попробуем. Но знаете, на мой взгляд, в радуге давать возможность консольщикам играть еще при помощи клавиатуре и мыши, это довольно-таки имбово. Потому что контроль все-таки с мышки и клавиатуры, он довольно-таки такой... Более лучший, так скажем. И там можно такие штуки выдавать, что вам не горюй. Тут клавиатура уже не работает. Давайте попробуем найти через геймпад игру. Ну, в принципе, если клавиатура и мышь не работают в меню, значит, они не работают в игре. Ну, как мне кажется. Короче, как вы видите, игра данной не работает с клавиатурой и мышей. Тогда выходим в меню. И давайте попробуем какую-нибудь другую игру. По типу... Я даже не знаю. Давайте Forza, к примеру. Вы, наверное, думаете, ну, Жембек вообще извращенец на клавиатуре играть в Forza. Ну, это вообще... Вообще, кстати, никогда не понимал людей, которые играют в Forza на клавиатуре. Ребят, купить геймпад это великолепно. Нет. Forza тоже не работает. Ничего не нажимается. И давайте выйдем в меню и попробуем... Что у нас запустить? Давайте попробуем... Нет, Батлана будет долго грузиться. Одиночный неинтересно. Но давайте попробуем гирю. Также, насколько я знаю, клавиатуре и мышь поддерживает Metro Exodus. Gears Tactics. Smite. Fortnite, ну, как мы проверили. И еще куча игр, которые также поддерживают клавиатуре и мыши. И названия которых я не помню. Так. Вот гиря, по-моему, 5-я, тоже поддерживает клавиатуре и мышь. Так. И да, мы тоже здесь видим мышку. Мы можем пользоваться клавиатурой. Но запускать гирю я не буду, потому что... Эта игра не для клавиатуры и мыши, на мой взгляд. В нее можно играть на ней, но, в принципе, нет. Она создана для геймпада, поэтому даже пробовать не буду. Я уже понял, что клавиатура и мышь не моя. Если делать с этого какой-то вывод, то клавиатура и мышь без проблем работает на Xbox Series X, но не во всех играх. Если что, в закрепленном комментарии я оставлю ссылочку на сайт, в котором указаны игры, которые поддерживают клавиатуру и мышь. И, в принципе, с ними вы сможете ознакомиться. Что касаемо опыта игры на клавиатуре и мыши, скажу, что пользоваться всем этим удобно. Но вот играть, лично для меня, консольщика, ну, немножко дико. Я теперь прекрасно понимаю чувства всех тех, кто перешел с клавиатуры и мыши на геймпад и не понимает, как вообще играть. Тут же я понимаю, как играть, но вот чтобы контролить и играть нормально, я на это не способен, как по мне, для меня лучший геймпад. Который раз повторяюсь, я консольщик. Ну, чего с меня взять? На этом, в принципе, все. Вы можете попробовать подключить свою клавиатуру и мышь к консоли Xbox Series, ну, а также поиграть в игры, если вам оно надо. А на этом, в принципе, все. Если вам понравился видос, ставь лайк, подписывайся на канал, обязательно напиши свое мнение и большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Не, конечно, клавиатура и мышь это здорово, но это не мое. Сорян. Мне лучше геймпад, отвечаю.